Если вы уже когда-нибудь готовили черный рис, то точно знаете, что он окрашивает воду в темный цвет. Думаете, это красители? А, нет. Черный рис насыщен антоцианом. Это пигмент, который отвечает за темную окраску зерен фруктов и корнеплодов. Именно они растворяются при замачивании и при варке риса, поэтому вода приобретает темно-красный оттенок. Черный рис раньше называли запретным, так как в Китае его можно было кушать только высокопоставленным лицам, а в наше время он очень ценится в рационе ЗОЖ и на правильном питании. Его польза неоспорима, поскольку он содержит более десятка разных витаминов и микроэлементов, много антиоксидантов, по их количеству рис не уступает чернике, землянике и красному винограду, масса минералов, более 18 аминокислот, белки, полезные жиры и быстро усвояемые углеводы. Он очень популярен в диетах для похудения и укрепления организма. Он нормализует работу центральной нервной системы, улучшает выработку коллагена, укрепляет стенки сосудов, приводит давление в норму, а также предотвращает развитие инсульта и инфаркта, деменции и атеросклероза. Регулярное употребление черного риса поможет вывести из организма вредные вещества, укрепит мышечную массу и скелет, устранит отечность, снизит нагрузку на мочеполовую систему, укрепит кости, ногти и волосы, а также восстановит обмен веществ. И при всем при этом черный рис является гипоаллергенным продуктом, поэтому его безопасно кушать даже в детском возрасте. Он отлично сказывается на пищеварении, приводит в норму стул и поджелудочную железу.